Итак, первая часть, с которой мы начинаем нашу работу, это ценности. Есть два вида ценностей, это терминальные и инструментальные. Мы об этом с вами говорили о концепциях. Если очень кратко, то ценности терминальные – это то, к чему мы стремимся в качестве желаемого будущего и устройства мира. То, как мы хотим, чтобы был устроен мир, когда все будет отлично с нашей точки зрения. Это терминальные ценности. И есть ценности инструментальные, которые показывают, какие наши таланты мы применяем для этого. Я приводил пример, что, допустим, я за то, чтобы было в мире красиво, я за красоту. Верю, что красота ведет к благополучию, к гармонии, к правильному воспитанию. И вообще красота вокруг, оно влияет очень сильно на людей, которые, в свою очередь, уже влияют на мир и на все остальное. И это вот к чему мы стремимся. И как мы стремимся, я стремлюсь лично через систему. Везде, где можно, я делаю систему. Почему так? Красота. Не знаю почему, то есть не могу иначе. Скорее всего, связано с творческим началом. Мне важнее именно красота, гармония, спокойствие, нежели там власть, доминантность, деньги. Вот такой у меня склад ума, характера. Я вот к этому стремлюсь. И вторая часть – это системность. Так получилось тоже, что в голове у меня достаточно слаженные системные процессы происходят. Вот поэтому я использую именно тему как системность в реализацию красоты. Точно так же вы можете стремиться к чему угодно. Чаще всего дизайнеры тоже все равно к красоте, к реализации собственного я, к самостоятельности, к некоторой, кстати, доминантности тоже стремятся, к славе. Кто-то к деньгам, но редко такое бывает в дизайне, но хотя как знать, надо посмотреть, как и почему вы идете. Это не важно, важно, что вы выбираете какую-то свою часть и видите идеальную реализацию мира, вот в этом. Не себя, а именно мира. И второе, как вы это делаете. То есть вы можете идти к красоте за счет доминантности, это тоже можно. Или к красоте за счет общения и единения с коллегами. То есть у меня наоборот получается, не общение, а система. В общем, сейчас мы в этом всем разберемся. Я просто привел несколько примеров. А сейчас я предлагаю сделать упражнение. То есть это ценности, они на самом деле очень важны, потому что они помогают нам найти единомышленников и среди сотрудников, и среди партнеров, и среди клиентов. Если мы это у себя поняли, то мы очень естественно работаем без напряга, без каких-то проблем. Мы очень естественно и комфортно нам находиться с собой вместе с коллегами, потому что мы все двигаемся в едином направлении. У нас нет какого-то противотрения. И наоборот, если вы стремитесь за кем-то идти, либо двигаться по чужому маршруту, то у вас возникает как раз таки трение. Это видят люди, они отворачиваются от вас, и почему-то все не очень хорошо получается. Чтобы все хорошо получалось, можно сделать такое упражнение, которое поможет нам отработать тему с как раз таки ценностями первыми. Давайте начнем, потому что эта часть задания у нас связана с ранжирением ценностей. Вообще могу сказать, забегая наперед, что у нас есть некий круг, который позволяет сразу же выявить эти ценности, посмотреть на них по общей массе. Но это будет, наверное, не очень правильно, не очень интересно, если я лишу вас возможности сделать упражнение, если вы его еще не делали. Давайте немножечко истории. Были два таких исследователя, это Шварц и Рокич. Рокич сначала исследовал ценности, он сделал достаточно большое количество ценностей, потом опросил много людей, и все свелось к определенным, в данном случае у нас ценности Рокича именно терминальные. 18 основных ценностей, к чему мы стремимся, как мы видим идеальный мир. И у Шварца это получилось 20, даже больше, да, около 30 различных, ну, таких опросников, вопросов. Вот, ценностей всего, забегая вперед, ну, вот у Рокича их 18, у Шварца 10-19 уточненных. На самом деле количество нам не сильно важно, нам самое главное здесь не количество этих ценностей, а взаимосвязь, иерархия этих ценностей, то есть что мы считаем на первом месте, что мы считаем на втором и далее. И это первое. И второе, что нам нужно знать, это как они между собой связаны, то есть какие блоки ценностей у нас в начале, какие в середине, какие в конце. Если очень кратко, то то, что в начале у нас будет там первая позиция, это то, к чему мы стремимся, что мы любим, что мы хотим, что считаем самым важным. То, что в середине это нейтрально ни рыба, ни мясо, и то, что сзади, то есть последние ценности, это скорее всего не ценности, а антиценности, то, чего мы стараемся избегать. Я чуть позже покажу вам круг, ну в этом или в следующем видео чуть позже, а пока очень важно скачать эту методичку, не слушать, не смотреть дальше, пока вы не сделаете задание. Я рекомендую сделать на самом деле два задания, то есть основной я считаю, основной Шварц, почему? Потому что у него есть замечательный круг у Шварца, который показывает очень интересные закономерности, поэтому основной я считаю все-таки ценности Шварца, по ним поработать. Ценности Рокича тоже неплохо, но что я здесь заметил по системе, если мы используем, ну вот в ценностях здесь активная жизненная деятельность, жизнь, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, красота природы, любовь. Здесь связано не только наши ценности касаемо мира, но и внутренние какие-то вещи. То есть допустим здоровье, оно связано все-таки больше с инструментальными ценностями, либо ну как бы само собой разумеющиеся. То есть я считаю, что можно попробовать и здесь и там, то есть найти какие-то свои противоречия или наоборот закономерности, но ключевое мы с вами будем работать, я рекомендую работать по Шварцу. Есть разные другие методики, но я изучил их достаточно много, рекомендую именно Шварца и вы увидите почему чуть позже. Итак, какая задача? Давайте посмотрим, вот ценностный список из ценностей, которые есть у Рокича. Что мы должны сделать? Здесь их 18 штук, да, 18. Наша задача посмотреть, прочитать их все и прочитать их расшифровки, что это значит. И далее разместить их между своим приоритетом, что является на первой позиции будет самое важное, первое, второе, третье. И далее по уменьшению. К примеру, допустим, если у нас любовь является духовной, физической близостью с любимым человеком ключевой, свойством, да, ключевой акцентной ценностью, то мы размещаем ее на первом месте. Если у нас, допустим, познание является менее важное, допустим, у кого-то почему-то, мы размещаем его на последнее место. Понятно, что здесь все это важно, если есть счастливость семейной жизни, свобода и развитие, развлечения, это все ясно, да, то есть все можно посмотреть, сказать, что да. Но на то это и ценностный круг, что это есть у каждого человека, но что-то является важнейшей ценностью. Нам нужно вытащить эту важнейшую ценность. Скачайте эту подборочку и распределите задание такое от 1 до 18, какие вы считаете самым важным и какие считаете менее важным. Не факт, что тут будут антиподы, антиподов тут в принципе может не быть, антиподы есть больше в ценностях Шварца и то в круге, который мы с вами увидим чуть позже, а пока можете просто сделать. Поэтому скачайте эту тему, ценности рокича, поставьте видео на паузу, не смотрите дальше, пока не сделаете это упражнение. Распределите от 1 до 18 баллами, что является наиболее важным в начале, что менее важно в конце и потом продолжайте делать и смотреть следующую часть. Так, если сделали, переключил вид и мы перейдем уже к ценностям Шварца. Тестовый материал, список ценностей Шварца. Здесь то же самое нужно сделать, всего 30 ценностей. Нам сразу же подсказывают, что все они нужны не будут, здесь некие дублируются. Это нужно для того, чтобы избежать каких-то ошибок. Попробуйте тоже расставить здесь именно в порядке от 1 самое важное до 30 наименее важное и может быть даже с отрицанием все эти ценности. Задание абсолютно точно такое же, ничего сложного нет. Ценности, к чему вы стремитесь. Еще раз хочу отметить, что это не то, какие у вас таланты, к чему у вас есть важная часть. Допустим, здоровье. Допустим, вы считаете, что мир во всем мире или классная, качественная жизнь будет, когда здоровье физическое, психологическое у всех людей хорошее на правильном уровне. При этом у вас у самого может быть здоровье не очень или очень, это не важно, это уже ваши инструменты, то есть насколько вы к этому относитесь. Но при этом у вас может быть что-то одно, а вы считаете, что в мире происходит что-то другое или что-то важное. Или, допустим, у вас здоровье отличное по инструментальной ценности, но, допустим, вы считаете, что самое важное, что у человека была интересная работа, к чему стремитесь. Попробуйте именно в таком формате сделать. Все, пока вы делаете, я включу следующую часть, и мы с вами разберем круг. Когда вы это сделаете, у вас будет 30 ценностей. Круг поможет вам построить это все. Я вывожу ценностный круг по 10 позициям. Вот так он выглядит. Как интересно, почему черно-белый у нас получился. Ну окей, пусть будет черно-белый. Да, наверное, все-таки нам не очень подойдет. Все-таки из 19 позиций включен. То же самое, наверное, будет. Ага, вот здесь лучше. Итак, круг, который у нас получился, мотивационный континум, называется так, 19 ценностей с указанием причин их размещения в данном порядке. Это ценностный круг Шварца, который показывает у нас 19 основных тем. Да, если нужно будет расшифровка, я сейчас не буду здесь просто показывать, но расшифровка вот этих вот всех тем тоже будет отдельно приложена. Вы можете почитать более подробно, что такое традиция, к чему мы стремимся, что мы там, что имеется в виду, что имел в виду автор, для того, чтобы это все делать. Этот круг очень классный в плане изучения себя. Давайте посмотрим, из чего и как он состоит. Что здесь мы можем увидеть. Итак, мы видим круговой мотивационный континум, 19 ценностей с указанием причин их размещения в данном порядке. Давайте посмотрим причины, какие у нас есть. Вот у нас есть первая часть, она связана с ростом, развитием свободы от тревоги. Вот эта вот часть, половинка круга, у нас связана с ценностью расти, развиваться и быть свободным от природы, то есть быть независимым, быть спокойным, быть свободным. Вот это вот чаще всего к творческим темам относится. И вторая часть, это больше связанная с самозащитой, избеганием тревоги. То есть здесь у нас развитие, а здесь словно поддерживание баланса. Это развитие вверх и вперед с некой долей риска, а здесь у нас стремление показать себя, не показать себя, а стремление чувствовать себя в комфорте, в безопасности. Это вот основные такие части. Вот первая, вторая. Дальше у нас еще есть два деления. Ну опять же, если мы посмотрим по ценностям, давайте посмотрим вот здесь, с чем они связаны. Достижения, ресурсы, власть, доминирование, репутация, безопасность, личная и общественная традиция, правила, конформизм, межличностная и скромность пополам. Вот это все связано с тем, что ценности и качества у человека будут, когда он стремится сохранить больше. Это больше консервативной позиции. И давайте посмотрим обратную позицию с развитием. У нас скромность почти минимум, забота о природе, забота о других, толерантность, чувство долга, забота, мысли, поступки, стимуляция, гедонизм, наслаждение жизнью, самостоятельность, благорасположительность, благожелательность, прошу прощения. И, в общем, все, что связано с открытым человеком. Поэтому вот эти два вида ценностей чаще всего конфликтуют. То есть, если ты стремишься развиваться, то, скорее всего, ты против устоявшихся устоев. И наоборот, если ты за устоявшиеся устои, то, скорее всего, ты за то, чтобы твой мир сохранялся в стабильности. Напоминаю, что ценности со временем могут меняться. Поэтому, если мы сначала за все революционное в начале своей жизни, в протоколом возрасте, то чем дальше, тем больше мы переходим к консерватизму. Это естественный процесс, поэтому мы можем перетекать и туда, и сюда. Поэтому ценности будут у вас на текущий момент, какие бы они у вас сейчас ни были. Дальше. У нас есть это первое, вот это большое деление. Еще у нас есть дополнительное деление. Личностный фокус и социальный фокус. Это второе деление связано с тем, насколько мы нацелены именно на личность, на свою личность и на развитие себя, вот эта вот вся часть. Либо мы заботимся о людях. То есть здесь у нас забота. Давайте посмотрим. Толерантная забота о других, о природе, чувственность, забота, чувство долга, благожелательность, межлитерный конформизм, правила, то есть стремление и традиция. Вот получается у нас вот эта часть круга, она связана с развитием социального фокуса, то есть это направлено на людей, то есть вот эта часть. А это направлено на развитие нас. Можно тоже посмотреть. Власть, репутация, деньги, достижения, то есть у нас половинчатый круг. Для чего нужны эти разные круги и разные классификации? Для того, чтобы с разных сторон посмотреть на себя и когда мы отберем свои ценности, мы посмотрим, к чему и как мы относимся. То есть вот эта вот первая часть у нас к росту. Тема касается нашего роста, насколько мы хотим расти. Вторая – это у нас нацеленность либо на людей, на себя. Если мы вспомним или изучим дополнительно тему, связанную с пятью основными чертами характера по упражнениям, которые мы делали там, там это как раз таки будет, основные пять типов характера и там тоже будет открытость мира, нервозность, проблемы и так далее, связанные тоже с ценностями. И там это будет очень хорошо завязано. Вы это увидите, когда сделаете эти упражнения. Дальше у нас деление идет более детально на четыре части. Самоопределение, открытость изменений, самоутверждение и сохранение. То есть мы опять идем на сохранение. Здесь еще у нас самоутверждение появляется, репутация, власть, доминирование. Видите, некоторые еще темы, они разделены по две части. То есть это относится и туда, и сюда частично. Скромность тоже, да, она и к сохранению относится. Скромность, чтобы не попало в то, чего. И скромность, потому что не хочешь выделяться, тоже сюда относится. Потому что здесь самоопределение, открытость изменений. Самостоятельность, поступки и развитие себя. Далее, что мы делаем? Мы дальше пойдем в уже детали. Скорее всего, вы выполнили упражнение. У вас уже есть показания по тому, что у вас являются ключевыми вещами. То есть что вы поставили на первое место и самое время это найти. Кто-то, в общем, определился и сейчас вы можете это пойти. Посмотрите, насколько вам то или иное болезнь, выполнив упражнение. То есть самостоятельность, мысли и поступки. Я сейчас отмечу то, что мне важно. Стимуляция, гедонизм, наверное, вот здесь. Чувство долга меньше, наверное, вот так. И достижения, ну да, наверное, тоже. И вот ресурсы. Вот, наверное, мое вот это вот. При этом основное, скорее всего, у меня стимуляция и гедонизм. То есть у меня вот этот вектор. Теперь задача какая? Чем меньше вектор у вас направленности, тем более вы явно и лучше понимаете себя. Понятно, что можно про все. То есть у вас должен быть некий радиус, да, то, что является вашим ключевым. И дальше у вас это вот все меньше, меньше и меньше по градиенту идет. То есть, наверное, чувство долгой, заботой и все остальное тоже важно. Власть тоже, наверное, важна, но уже меньше. Таким образом, наша задача выделить свой вот этот вот круг. И, ну, основной, да, который у вас есть. Вот у меня вот этот сектор. Дальше мы смотрим, что мы открыты изменениям больше, нежели к сохранению, скорее всего. То есть мы привыкли там прости и двигаться вперед. Личный фокус тоже у меня, видимо, больше важен, чем общественный. Соответственно, я не буду заниматься там общественной деятельностью. Свобода от тревоги тоже и избегания от тревоги тоже нет. Самозащиты тоже у меня нет. То есть у меня вот эта часть. Причем то, что нету, это не значит, что это не присутствует. Естественно, это присутствует. Значит, что я к этому не стремлюсь. То есть я не вижу в этом большой ценности. То есть я, если буду выбирать, я не буду стремиться к самозащите, нежели к развитию. Развитие для меня будет важнее, чем стабильное стандартное состояние. Для чего это все нужно? Это нужно для того, чтобы вообще понимать, как это работает, что устроено. И теперь, что еще очень важно? Очень важно понимать, что есть другие люди. То есть то, что у нас является там ключевым, да, не факт, что это ключевое для другого. И у людей могут быть разные видения идеального мира. То есть я вижу идеальный мир, когда человек свободен, когда он реализует себя, когда он наслаждается жизнью. Я вижу в гедонизме или там удовольствии, наслаждении, там, общении и свободомыслии больше выгод и больше качества и кайфа жизни, нежели там от доминирования власти, репутации и всего остального, да, именно поддерживания репутации там с кем-то. Тем более, теперь интересная вещь, что мы можем посмотреть противоположные вещи. То есть если мы построим противоположный круг, то есть у меня вот будет, скорее всего, так. Противоположные элементы – это то, чего я избегаю. То есть конформизм правила, какие-то чужие, скорее всего, я не буду использовать, потому что я использую свои правила. Скромность, ну, не стремлюсь к этому, скромность там наполовину может быть, может быть даже и нет, скорее всего, тоже, скорее больше нет затрагиваю, да. Значит, традиции, правила, конформизм, в общем, вот этого всего я стараюсь не то, что избегать, это вот как бы противоречит моему естеству. И дальше мы смотрим также по градиенту, у нас идет на убывание, в какой-то момент у нас срастается. То есть мы должны выделить то, что у нас ключевые вещи и, скорее всего, то, что наименее нам интересно. Если вы посмотрите в свой список, который у вас будет от 1 до 30 или от 1 до 10, да, кстати, сейчас там еще есть упражнение, которые важны, вы не только там от 1 до 30 делаете, вы уже потом ранжируете вот конкретно вот эти вот темы, от 1 до 10 или от 1 до 19 темы. То есть несколько раз я предлагаю сделать это упражнение перед тем, как смотреть дальше. Для чего? Для того, чтобы увидеть, насколько у вас совпадает то, что вы выбрали в начале, то есть оно у вас где-то должно быть здесь и, скорее всего, то, что выбрано в конце, оно будет здесь. Для чего это нужно еще? Это не только для самоанализа, хотя это тоже очень важно, когда вы понимаете, что ваше, а что не ваше вообще, к чему вы стремитесь и можете уже спокойно с этим работать. Это нужно еще для понимания людей. Если вы, допустим, видите, что человеку, клиенту, например, важна власть, очень важна, ну вот по факту он там статусный, какой-то человек у него вот это, то, соответственно, скорее всего, он меньше всего будет думать, заботиться о других и о толерантности. Если ему важны, допустим, достижения личные, то, скорее всего, заботу о природе он тоже не будет применять. Или наоборот, если он там супер заботится о природе, то, скорее всего, может быть, личные достижения, личная какая-то доминантность ему будет менее важна. В общем, эта тема работает очень хорошо, когда вы смотрите противопоставления. Что еще можно здесь делать? Есть дополнительное прочтение этих всех тем, которые здесь обозначены. Я рекомендую это почитать, изучить, очень интересная тема, потому что она объясняет, в принципе, все наше стремление. Самое главное для нас, для наших сотрудников, для клиентов вы можете это использовать. И ключевая здесь тема, что если вы сами сделаете себе вот эту вот фильтрацию от 1 до 10, как минимум, да, вот всю эту тему простроите и себе честно зададите вопрос, если нужно, там понятно, что очень сложно выстроить какие-то важные вещи, но если бы было можно, к чему бы вы стремились, и вы выстроите от 1 до 10, там и далее до 19 в некоторых случаях, в некоторых тестах, ранжируйте то, что у вас получилось, там даже до 30, то вы увидите, насколько это все интересно и совпадает или не совпадает с вами. Поэтому делайте это упражнение, описание будет чуть ниже, и увидимся в следующем видео.